Эфир телеканала Беларусь 4 Гомель продолжает новости спорта. В студии Павел Михно. В Гомеле и Гродно прошли ответные матчи первого этапа мужского кубка Беларуси по гандболу. Гомель одержал вторую победу над Минским Витязем. Менчане использовали защитную схему 3 на 3. Гомельчане же стремились уходить в быстрые отрывы. Тактику выбрали верную. Матч закончился со счетом 44-33 в пользу Гомеля. Звание лучший игрок встречи получили гомельчанин Дмитрий Бегун и минчанин Глеб Воевода. Ответный матч провели Могилевский Машека и Гронинский Кронон. Могилевчане проиграли 29-37, но прошли финал четырех по сумме встреч. Заключительные встречи Кубка Беларуси пройдут в следующем году. Их участниками станут Минский СКА, БГК имени Мешкова, Могилевский Машека и Гомель. Стали известны итоги спартакиады детско-юношеских спортивных школ по бадминтону, которая проходила в Гомеле. В турнире участвовали юные спортсмены из Гомеля, Мозыря, Минска и Могилева. В смешанном парном разряде первое место заняли минчане Александр Александрович и Вероника Тарусова. За ними расположились гомельчане Глеб Шрутков и Дана Масейкова. Одиночные разряды возглавили представители минской команды Вероника Тарусова и Александр Александрович. В парном разряде среди женщин золото завоевала Вероника Тарусова и Александра Васильевская. Среди мужчин Александр Александрович и Владимир Кривошеев. Гомельчане на втором месте. В общекомандном зачете победила команда из Минска. Серебро завоевала дружина с дюшор номер 7 из Гомеля, а бронза досталась сборной Мозыря. Республиканские соревнования «Новогодний турнир» по фехтованию прошли в Бресте. Турнир стал удачным и для гомельчан. В фехтовании на рапирах Анастасия Назарова заняла второе место. Бронзу завоевала Ульяна Потороча. Юноши соревновались в фехтовании саблей. Алексей Терещенко и Артур Галойденко привезли домой золото и серебро соответственно. Чемпионат города по спортивной акробатике прошел в Гомеле. В турнире участвовали около 100 человек. Спортсмены выступали в пяти номинациях по двум возрастным группам. В парных упражнениях младшей возрастной группы золото завоевали Даниил Бернацкий и Иван Коптюк. А в смешанных парах Варвара Короткевич и Иван Федоров. Первыми в групповых упражнениях стали Дарья Лосева, Эльвира Никитина и Дарья Турмасова среди девушек. Алексей Деменковец, Кирилл Павлюченко, Кирилл Савченко и Антон неизвестно в среде юношей. В старшей возрастной группе первые места заняли Алиса Никитина и Алиса Качан в женских парных упражнениях. Ксения Конючко, Ксения Литвинова и Арина Пономаренко победили в групповых упражнениях среди женщин. Артем Колесников, Янис Сахневич, Егор Марцевич и Никита Строг среди мужчин. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Павел Михно. Оставайтесь на Беларусь-4.